Корейцам показали, что такое уровень ансамбля танца «Булгары», а они в ответ подарили челнинскому зрителю барабанную дробь. То, что происходило в минувшие вечеры в концертном зале Сары Садыковой, челнинцы видели впервые. До этого подобных вечеров, объединивших культуру и искусство сразу двух народов, татарского и корейского, еще не проводилось. Наша съемочная группа тоже не могла пропустить такое. Предлагаем вам репортаж с места событий. Выходить на сцену из зала – это фишка российско-корейского ансамбля барабанщиков «Араса». Для зрителей они подготовили сразу пять номеров, а при их исполнении использовали самые разные барабаны, меняя инструменты по ходу своего выступления. Корейский барабан – это название «Самуль-роли». «Самуль» – это значит четыре инструмента. У каждого барабана инструмент имеет смысл. Второй вид называется «Чин». Он олицетворяет ветер. Третий – «Чангу» – это дождь. И последний барабан – «Пук» – грозовые тучи. Знали бы вы это, если бы не дни корейской культуры, которыми были объявлены минувшие выходные. Мне очень нравится. Я сама увлекаюсь вообще азиатским видом. И когда они играли, у меня аж прям грудную клетку как-то билось. Но более взрослый зритель, судя по откликам, к такому виду искусства был не очень готов. И потому с большим воодушевлением встретил вышедших позже на сцену артистов Челнинского театра танца «Булгары». Таким образом, уже сами корейские гости могли ознакомиться с культурным наследием нашего края. Наш театр «Булгары» – один из лучших коллективов нашей страны. И на него ходить одно удовольствие. Мне все нравится, как исполняют и вот сами вот эти хореографические номера, и костюмы. Что такое национальная татарская вышивка, насколько она филигранна, теперь не понаслышке знает и почетный гость вечера. Пак Робек, полномочному чрезвычайному послу Кореи в Российской Федерации, на память о днях культуры его народа, подарили тюбетейку.